Здравствуйте! В эфире «Истина» в студии Султаниеси Такаева. Сегодня мы поговорим об историко-патриотическом центре «Истина», о его задачах, целях и исследовательской деятельности. Эту тему мы обсудим с членом правления Сергеем Коваленко. Здравствуйте, Сергей Анатольевич! Добрый день! Сергей Анатольевич, недавно на полуострове был создан историко-патриотический центр «Истина». Расскажите подробнее об организации и в чем ее цель? Это новая организация, которая объединяет в себя детей и внуков партизан и подпольщиков республики Крым с одной только целью — сохранить историческую память о партизанском движении в Крыму и о всех тех исторических событиях, которые происходили в период Великой Отечественной полуострове. Это касается не только партизанского движения, но и всей Великой Отечественной войны. А кто может стать частью этого центра? Частью этого центра могут стать все, кому небезразлична история нашего Отечества. Расскажите, пожалуйста, какие планы у центра «Истины»? Ну, наверное, сложно сказать вот так однозначно, какие планы, но, конечно, это сохранение исторической памяти. Она выкладывается в научно- и поисковой работе. Это встречи ветеранов с молодежью нашего полуострова. Это, может быть, издание книг, издание буклетов. Вся такая общественная работа для того, чтобы история прошлого сохранилась и не угасла. Тем более, сегодня со временем, к сожалению, наша история становится мифом. Есть определенные силы, которые стараются сгладить островы истории. Да и время само начинает съедать уже историческую память, чтобы историческая память о прошлом сохранилась. Нужно о ней говорить, о ней нужно писать, нужно встречаться. А эта инициатива и идет снизу. Очень приятно, что об этом говорят сейчас внуки и даже правнуки. Красной нитью в идеологии организации проходит тема «Партизанское движение». С чем это связано? «Партизанское движение в Крыму» — это одна из героических и трагических страниц Крымского полуострова. Вы знаете, что «Партизанское движение в Крыму» разделено на три периода. Первый период, когда в лес вышло народное ополчение, вышла самооборона. И с расчетом, что в течение полугода враг будет разгромлен на полуострове и уйдет с Крымского полуострова, будет известно с территории Советского Союза. Но история повернулась по-другому. С входом в лес партизаны оказались в невыносимых сроковых условиях, тем более, что многие из них не были специально подготовлены для ведения боевых действий в горной местности и в таких суровых длительных условиях пребывания в лесу. К тому способствовал голод, к тому способствовала климатические условия. Суровая зима 1941-1942 года, которая привела к тяжелым последствиям. Далее оккупация Крыма последовала после этого. Второй период, когда на полуострове осталось только 279 человек или 290, тут спорят историки, часть была эвакуирована, часть была направлена по отпольную работу в тыл. Все прошли через гестапо, через верст, многие были расстреляны на месте. Об этом надо помнить. Давайте поговорим о Заветинской общеобразовательной школе. Там действует музей Ичкинского партизанского отряда. Расскажите, ему уже 54 года. В чем его уникальность? Уникальность его в том, что он был создан партизаном Восточного соединения, учителем географии, директором Заветинской средней школы, заслуженным учителем Украины, награжденным Орденом Ленина за педагогическую деятельность. И так сложилось, что село Заветное объединило в себя партизан и подпольщиков. Матяхин Иван Ермолаевич был командиром партизанского отряда, был заместителем ЧУБа при формировании здесь. Вера Андреевна Золото, комиссар партизанского отряда, работала на госфордучастке, возглавляла государственный судно-испытательный участок на территории села Заветного. Родилась эта идея у Николова Ивановича, не спонтанно, остав директором школы. Он задался мыслью, вот должна быть какая-то святыня у людей, которая объединяла бы всех и которая бы помогала воспитывать будущее поколение. Он всегда делал упор на воспитание. Научить можно всему, но воспитать – это самый сложный процесс. И с помощью следопытов был создан этот музей на базе одной классной комнаты. К нему потянулись партизаны и подпольщики, стали собирать вещи, личные вещи, справки, архивные документы, приносить свои личные в основном вещи. Когда Ольга Дмитриевна Кондратенко увидела данный большой материал, она заведовала здесь, сейчас ныне в музее Таврида, этой работой, она сказала, у вас очень большой колоссальный материал, но он не упорядочен. Была проделана большая работа, и благодаря труду наших выпускников, первых следопытов, партизан, непосредственно принимающих участие здесь, председателей колхозов, целого поколения этого времени, был создан музей на базе двухклассных комнат. Сколько экспонатов в музее? В музее более 220 экспонатов, и все они уникальны. А какие из них близки вам? Самым главным экспонатом у нас в музее является диорама. Диорама первого партизанского боя. Чем отличен Ишкинский партизанский отряд? Он дал первый партизанский бой в Крыму. И тем самым показав, что партизанское движение, партизаны способны давать регулярным частям немецко-фашистских захватчиков достойный отпор. То есть это подняло дух партизанского движения. Уникальные экспонаты нашего музея нельзя особо выделить ярких. Для Николая Ивановича Олейникова, основателя, главным экспонатом всегда являлся блокнот Матяхина Ивана Ермолаевича. Он делал записи короткие. Здесь каждый день он делал короткую запись. Там описывается о голоде, о смертях, о невыносимых условиях. И когда Николай Иванович спросил, ну что ж у вас блокнот не закончен, а осталась такая-то дата, Иван Ермолаевич ответил, у меня не было сил писать. А фактически мужчина, взрослый мужчина, был эвакуирован на большую землю 45 килограммами весом. Представьте, какое было изнеможение. В то время нужно было еще вести боевые операции, выполнять все функции военной службы в партизанском отряде. Для меня, знаете, как-то задел меня другой экспонат, это письмо Ермолы, которое он написал. Сегодня современные люди, наверное, не пишут такие душевные письма, а оно было направлено в тыл из леса. К сожалению, две линии, такое душевно открытое письмо своей семье, своим детям, обращение. Но в то же время в блокноте Матяхина, сопоставляя даты отправки и даты, это прошло определенно небольшое время, буквально через две недели, вот Матяхин сделал запись у себя в блокноте. Умер Ермола, похоронен у горы Черная. Самое страшное в партизанском лесу, то, что люди от голода умирали в здравом сознании. Это страшно. При музее действует, работает совет, какую функцию он выполняет? Ну, совет музея — это объединение не только именно обучающихся, педагогических работников, но в совет музея входят и первые следопыты, и пенсионеры, и люди, кто с удовольствием соприкасался с данной тематикой. Главное — это, наверное, музейная работа, которую мы привлекаем детей, и дети ведут экскурсионную работу, проводят экскурсии. Сразу, может, забегу вперед, скажу, что обучающиеся нашей школы давали экскурсию полному составу 35-й береговой батареи. Понимаете, значимость, да какие-то мэтры, профессионалы экскурсионной службы, они внимательно слушали, дали самую высокую оценку труду детей. Помимо всего, это сохранение памяти, это сбор материалов, это проведение архивной работы. Одним из следующих этапов — сохранение этой памяти на нашей площадке, в тех местах, где базировался Ичкинский партизанский отряд и вел боевые действия. Это установка памятных знаков, это обновление благоустройства стоянок, это прокладка маршрутов, когда бывает бурелом и все, то есть обновление проводим, это такая работа. Плюс экскурсии, экскурсии не только детей наших, это экскурсии других ребят с нашего района и со всего Крыма. Очень большую работу у нас занимает именно научная, в той точки зрения проведения научных конференций. Вот, например, прошла книга по линии четвертого отдела в прошлом году, сегодня у нас готовится новая конференция, где научные работники выступали перед детьми, с докладами шло обсуждение, именно презентация книг и определенных тем, которые редко раньше поднимались вообще в прессе. И сегодня готовится у нас конференция, как только снизятся карантинные меры, мы продолжим эту работу. Это очень серьезно и очень ответственно. Главное, точно и научно донести до всех информацию. Есть ли взаимодействие между Центром Истина и музеем? Будут ли совместные проекты? – Центр Истина – это своего рода продолжение, наверное, нашего Совета музея. Совет музея – это организация при общеобразовательной школе. Центр Истина – это общественная организация, обладающая своим правовым статусом. Он только дополняет, дополнит и приумножит ту работу и даст возможность как Совету музея и другим общественным организациям раскрыться, раскрыться в полной мере. И данную работу уже из камерного объема нашей школы, например, нашего района, или вот как мы проводим, охватывая несколько районов, например, вот у нас Нижнегорский, Джанкойский район, Советский район, мы объединяемся на этих конференциях, на этих встречах, а ребят со всего полуострова. Мы с Николаем Ивановичем, когда работали, это была его идея, раньше проходили встречи партизан-подпольщиков, именно узко собиралось взрослое покление, а потом пришла мысль, что уходят люди, и нужно данные встречи перерождать. Они переродились на встречи партизан-подпольщиков с молодежью восточного Крыма, куда съезжались в дальнейшем, после этого заголовка, съезжаются все люди от Севастополя до Керчи. Ну, на последних наших, я немного забегаю, наверное, на последних наших встречах в партизан-подпольщиков 1-го воскресенья июня, это традиционная встреча, которая сегодня узаконена, и благодаря Государственному Совету, правительству нашей Республики Крым, он является обязательным мероприятием в Республике Крым, который проводит школы, организовывает все, здесь собирается. До последней встречи было 800 обучающих, только обучающиеся приехали на эту встречу и пошли по партизанским тропам, где наши учащиеся выступали в роли проводников и экскурсоводов на туристических стояночках. Музей несет большую ценность для всех крымчан. Расскажите, за полвека какие гости посетили музей? Знаете, мне трудно выделять гостей. Владимир Андреевич у нас был в школе, очень приятная была встреча с детьми, и здесь в музее Борис Давыдович Дэйч, депутаты Государственной Думы Российской Федерации, Наш Государственный Совет, это правительство нашей Республики Крым, если по иерархии объяснять. Может, они какую-то лепту внесли для развития? Ну, знаете, сказать лепту нельзя, такого слова. Они все, мы называем, дорогие наши, мы все участники Совета музея. Каждый из них помогает нам в продвижении проектов, в продвижении нашей работы, а некоторые из них прямо приближают с нами на наши мероприятия в лес, и не стесняясь взять мастеров, взять камни, восстановить памятник, проложить туристическую тропу. У нас очень замечательные гости, не каждый может похвастаться, что Евгений Березнюк, это начальник, он был начальником отдела общего образования, Министерства образования Украины, тот майор Вихарь, был в гостях у нас, в нашем музее. У нас достаточно было олимпийские чемпионы, очень много замечательных людей. Затем назвать кого-то, обидишь другого, нельзя. Очень много замечательных людей было у нас. А самые главные, наверное, ценные гости, это уже правнуки и праправнуки, праправнук Тютерева, Кузьмин Романович, командир разведки, шкинского отряда, был у нас в музее, и сделал свою запись первую. Спасибо деду за победу в стенах нашего музея. Спасибо огромное за беседу, Сергей Анатольевич. А это была Истина. Всего доброго.